всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про стримеров world of tanks про аудиторию world of tanks которая смотрит стримы и видосики я думаю ни для кого не секрет что самая большая аудитория зрителей игры world of tanks находится на ю тубе конечно же есть и крупные каналы на твиче но последнее время эти две площадки для некоторых стримеров стали не настолько комфортными как было это раньше допустим на ю тубе отключили монетизацию на твиче насколько я правильно понял приостановили выплаты за платные подписки какие еще будут ограничения для русскоязычных стримеров неизвестны что будет дальше тоже не совсем понятно очевидно что люди которые хотят продолжать заниматься своим любимым делом стримингом и продолжать общаться со своей аудиторией к потратили на это огромное количество времени потратили на это много сил очевидно что люди хотят продолжать этим заниматься и дальше но на этих площадках уже это не настолько комфортно как раньше да и как сейчас многие делают видео о скором закрытии то youtube этот вич а то еще не известно чего многие стримеры world of tanks чтобы не потерять свою аудиторию заранее подготовили себе 2 канал который пока что в основном у всех как вспомогательный а возможно в дальнейшем будет и как основной на новой площадке на сайте trovo live многие стримеры world of tanks посоздавали свои каналы одновременно стримят и на youtube и на трава ну либо же на твиче на трава или на твич на youtube и на трава зависит конечно же от самих стримеров и очевидно ни для кого не секрет если по раскинуть мозгами если какой-то из сайтов закроется или будет недоступен для русскоязычной аудитории на твиче или на ютубе то очевидно что своих стримеров можно будет посмотреть на сайте trovo слово я тоже создал на нем свой канал уже несколько дней его развиваю сайт мне очень сильно нравится в общем для стримов он очень свежий на фоне того же самого ютуба на ютубе очень скудное количество функций и взаимодействия с аудиторией во время стрима на трава же очень много и мелочей и каких-то больших механик на сайте проработано которые завлекают и аудиторию на стриме и развитие твоего канала как-то подталкивает заинтересовывает стримера заниматься каналом добиваться каких-то новых высот выполнять какие-то задания и благодаря своей аудитории бесплатно попадать на главную страницу трава что приносит новых зрителей это очень интересно прикольно мне сайт очень нравится в качестве платформы для стримов намного свежее интереснее и прикольнее чем тот же самый youtube но это лично мое мнение которое сформировалось буквально за неделю использования сайта трава в качестве стримера там еще есть всякие программы по развитию канала реферальные всякие программы много чего интересного я так понимаю сайту два годика всего лишь и он только начинают грубо говоря развиваться многие стримеры игры world of tanks создали там свои каналы на этом сайте трава стримин туда многие параллельно запускают розыгрыши голды прям танков там и чего угодно эти розыгрыши делаются очень удобно можно создавать разные условия для получения этих призов и это очередное взаимодействие с аудиторией поэтому это и для зрителей тоже возможность получить какие-то призы да и можно просто продолжать дальше смотреть своего любимого стримера так что ссылка в описании на сайт трава на мой канал можете заходить подписываться если вдруг чё там произойдет с ютубом вы всегда знаете где я буду стримить единственно что на трава нельзя делать видео я люблю делать всякие видео с обзорами на танки гайды какие-нибудь но последнее время про танки и видосики со всякими там гайдиками у меня на канале особо никто не смотрит да там есть любители которые ценят мои видео но просмотров маловато на ютубе этих самых всяких рассказов про игру где объясняю как играть на танки или какие-то гайды или новости по эре на трава видео нету там есть только записи стримов и можно делать клипы а вот видео загружать там нельзя если youtube для нас прикроются пострадают нарезчики делающие нарезочки со стримов популярных стримеров поскольку на трава видосы никуда там не загрузишь но возможно они откроют каналы на каких-то других площадках на резчиком в принципе тоже есть куда перебраться допустим на яндекс дзен конечно есть еще рутуб который я честно говоря не знаю там живой в общем так или иначе все готовят себе какой-нибудь запасной канал мой на трава уже готов функционирует там зрители какие-то набираются подписчики подписываются люди каждый день меня смотрят да и первые какие-то розыгрыши во время стрима я уже попробовал все работает можно также на стримах что-то и выиграть поэтому вы всегда знаете где меня найти ссылка в описании с вами был варчик играть красиво всем пока и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...